Субтитры делал DimaTorzok Нам должность не доводили. Кому-то, может, и довели, кому-то нет. Мне не довели. Ладно. Как зовут вас, представьте? Торов Владислав Игоревич. Можно громче еще и говорить? Торов Владислав Игоревич. И дата рождения? 0903-2001. И откуда вы? Красноярский край. Село Дорохово. Проживаю. Давно служите? С 10 декабря 2021 года. Срочный. Стоп. Сколько вам полных лет? 21. Вы срочник? Ну, как? Заставили подписать альтернативный контракт. Это да, уже не срочник получается. Не шелестите там, не знаю, чем вы там шелестите. Просто положите его лучше на стул. А как это заставили? Ну, у нас, получается, за замполиты собрались. Сначала это дивизия, полка тоже. Нас цело днями просто сидели там, уговаривали, уговаривали, не кушать не водили, ничего. Потом... Это уговаривали, уговаривали, кушать не водили. Это уговаривали или это морили голодом называется? Можно и так сказать. Ну, просто, в чем факт? Нас собрали в зале и просто сидели, дискутировали. И все. Никуда не упускали вообще. Целыми днями. Расскажите про дискуссию. Ну, дискуссия была в чем заключалась? Ну, все нормально сесть, поставить руки на стол. Мы же записываем, я вас что-то предупредил, да? Да, да. Фимия? Нет, я ее поставил, потому что я пил с горла, а у меня еще остаточное явление, поэтому тебе лучше не пить. Вон, бери у тебя, эта самая баночка есть. Субихана. Да. Для зрителей я немного болел, но сейчас уже все в порядке. Ну, ну. Ну, и в чем была дискуссия? То есть, нас говорили, ну, сначала, типа, педагоговорили нам, какие плюсы от того, что вы поедете там, что-то такое. То, что, ну, например, вы поучите ветеранки, то вам будет, там, 30% ЖГХ, каждый месяц там какой-то оклад отплачивать, что-то еще и что-то еще. Встало там, ну, человека 3-4 после, ну, таких дискуссий. Потом сказали, ну, типа, мало. И они, ну, дальше начинали продолжать. Там плюсы, минусы. А сколько человек, вы говорите? Ну, 3-4 сначала встало где-то так. А сколько было всего людей? В общем, ну, целый полк. Это сколько численность? Я же жажданский. Тем более у вас... Если не соврать, ну, возможно, человек 300. О, совсем, ну, это немало, немало. Ну-ну, и встало всего 4 человека? Ну, 3-4 человека встало. Это тоже срочники были? Да. Там у нас собрали вот всех срочников, которые выше 6 месяцев, больше 6 месяцев служат. Чтобы... А потом им, как вы уже говорите, заставляли их подписывать. Ну, сначала, вроде бы, это как бы на добровольной основе. Ну, типа, вот с самого начала начиналось. А потом началось такое то, что замполит подымал, говорил, спрашивал с какого-то города. Например, там кого-то подняли, спросили, ты откуда? Он говорит, с Томска. Вот ты чума, ты забудь то, что ты вообще сибиряк, ты вообще никто, и вот звать тебя никак. То, что ты служишь в России, ну, в армии, это ничего не говорит еще об этом, как он сказал. Он так, может сказать, подымал, гнобил, и потом заново усадил их. А при чем здесь забудь, что ты сибиряк? Сибиряк, что должен ехать в другую страну людей убивать обязательно? Или что? Да вот... Где-то написано на свидетельстве о рождении, сибиряк должен ехать в Украину убивать людей, или что? Не пойму. Да нет. Ну, а почему? Чем он аргументировал свои слова? Ну, как бы считается, то, что сибиряки, они более, ну, воинственные, или как, не знаю, вот как... Ну, типа, типа крепкие люди, там, сибиряки, и все такое. Причем здесь это какое-то имеет отношение к тому, что происходит в Украине. Вот, честно, не знаю. Ну, вы же просто между собой тоже как-то, наверное, беседовали на эту всю тему? На эту всю тему, ну, то, что мы, можно сказать, молча сидели, там все за нас говорили. Не, а были же какие-то перекуры. Вот вы говорите, вам не давали поесть потом какое-то время. Сколько времени не давали поесть? Ну, вот, нас, получается, собрали в пять вечера и отпустили только в девять утра. Ну, там, всю ночь сидели выпустили? Сидели нам, вот, втирали, промывали голову, все такое. То есть, это время... дома у вас не было, я так понимаю? Да. В девять утра вас хоть на завтрак повели? Нет. А куда повели? Вот, часть собрали, увезли. Вот, то есть, это получается, все это время проводилась работа до девяти утра. И в девять утра уже согласившихся увезли? Да. Понял теперь. А сколько же было согласившихся? Поначалу было пятнадцать, потом еще довезли пятерых. Пятерых. Всего лишь? Всего двадцать человек? Да. И вы попали в эту двадцатку? Меня, может, даже никто не спрашивал, типа, мне сказали, ты, я был, ну, как, я тоже занимал должность в полку водителем, экскваторщиком. И я, ну, меня направили следить за техникой. Я за техникой следил, ну, типа, каждые дни, не с утра до вечера я там находился в боксах. Ну, работал. Вы уже рассказываете, что вы делали, когда в Украине находились? Нет, это я еще там. вот, когда вот дискуссия была, я даже не знал, что вот это было. Ну, я не знал, как-то знал. Ну, я не знал, потому что я в боксе был. Меня никто не вызывал. Так вы там не находились даже? Вот рассказывал колено. коллега. Это тот, который, с которым Дмитрий разговаривал перед вами? Да. Чувак, тебе надо появнуться, потому что ты просто тупо боком. Чуть-чуть передвинься. А может быть, просто надо телефон не может? Я крутил как можно, но ты просто все вот так нормально. Ладно, хорошо. Военно-полевые условия записи. Видите, да? Понял, теперь понял. Значит, кто будет смотреть, обязательно посмотрите видео, которое вот с коллегой общался, Дмитрий отдельно. Меня еще не было, я сейчас только приехал. Как зовут его, не помнишь? Антон. Антон. Антон еще показывал на фотографии, что там лежал, он лежал на одной из фотографий, там, где брали в плен. Правильно? Да, да, это... А вы себя видели на каких-то фото? Вам уже показывали? ничего не показывали еще. А можешь показать вот эту вот? Может быть, тоже себя узнаем. Так, ну, будем дальше продолжать нашу тогда беседу. И, собственно говоря, вы были одним из 20, кто поехали. Вот так вот вы сдавали? На дороге. Да, да, да. Это вы. Где вы здесь? На видео. Вот, как раз вот лежу. А, вот это как раз вы. То есть на него переходит камера, понял? Да, слушай, ну, правильнее будет вставить. Да, не надо вставлять. Вот это видео, каких... И вот он там, когда вот переходит, как бы... Вот, да, вот тут лежит, это чем нет. Ага. Ладно, у меня в Телеграме это видео уже давно есть, так что можете зайти, я вам там объясню, если нам там... Еще раз перепубликуем и покажем, где вы там находились. И что... Ладно, не будем заходить на сдачу в плен, это сильно далеко. Значит, вы были одним из 20, и... Вот, которые довезли последнюю пятерку. Вы были одним из пяти, получается, последних? последних. А перед вами вывезли еще 15. Да. Понял. И... А вам что сказали, куда вы едете, чего вы едете? Нам, ну, типа, поначалу вообще сказали, то, что мы едем в Белгород, ну, типа, на границу. это, типа, с самого начала, как началось. Потом мы приехали в Белгород, нас день промурыжили там, мы просто просидели. Потом выдали оружие, броники, каски, аптечки, и на следующий день нас увезли уже на Украину. Угу. Куда заезжали вы? Ну, сначала в Белгород, сам заехали, а потом нас куда-то на полевую позицию увели. Но даже не знаю, где она находится. С Белгорода сразу же вы заехали в Украину, вы толком не знаете, где вы... Да. Понял. Ну, с Белгородской области, видимо, не с самого Белгорода, да? Правильно? Ну, сначала в сам Белгород заезжали. Сначала сам, потом ехали. А потом уже... Желго ехали? Ну, где-то час-полтора, где-то так. Угу. Понял. Ну, до этого границы. Расскажите про вашу подготовку. Как вас успели подготовить? Нас толком не подготавливали. Ну, в чем это выражалось? В чем выражалась подготовка вообще? Вообще, нам, типа, дали оружие подержать, сделали, ну, вывели на полигон, мы пристреляли оружие, нас настроили оружие, которое выдали, и все, вот, в этом заканчивалась подготовка. Это в Белгороде уже? Да. Ну, вот, когда нас с Белгорода вывезли на поливую позицию. А надо понимать, что остальные, все, которые были с вами, это тоже, как бы, срочники, или был хотя бы какой-то офицер? Там были сержанты еще. Сержанты? Да. Которые контракт на кем учат? Да. ну, сами контракты такие. А сержантов-срочников не бывает у вас, да? Нет. У нас максимум ефрейтора. Понятно. И далее, как развивались события? Ну, дальше... Когда это было? Когда это было, мы забыли сказать. Ну, 29-го. Ну, перед тем, как заехали на Украину, 29-го, у нас в 4 утра уже повезли на Украину. Августа? Да, августа. Понял. Ну, не так уж и долго вы повоевали, хочу сказать. Ну. Ну, и что вы думали? Чего я туда еду? Что будут надевать? Ну, нам даже не сказали, что мы едем на Украину, но, получается, нас посадили, мы думали, едем сейчас на границу, ну, типа, нас довезут сюда просто. Что за непонятные какие-то вещи? Вам, вы говорите, вас там чуть ли не сутки сидели, голодом морили, объясняли, чего вы должны поехать в Украину, а в результате вы говорите? нас не в Украину говорили, говорили на границу Белгорода. Что, никто за все, никто не сказал, куда и зачем вы едете? Нет. А зачем на границу Белгорода? А почему все отказывались ехать на границу Белгорода? В чем проблема? Ну, из-за того, что некоторые вообще не хотели никуда не ехать, потому что нам оставалось срочки-то служить совсем чуть-чуть. Сколько? Мне вот лично оставалось три месяца еще дослужить срочки. Некоторым оставалось по 20-30 дней. Вы знаете, что вы тут в плену можете свою срочку сильно переслужить? Я знаю. Потому что тут уже по полгода некоторые находятся. Ваши забирать их не хотят. пускали уже. То есть вы хотите сказать, что вы реально ехали и все не понимали, что вы едете в Украину? Да. Допустим. Дальше. Ну, дальше нас завезли в Донецкий село или деревню, не знаю, что там. Вы уже поняли, что вы приехали в Украину? мы уже поняли, потому что этот борт был открытый у Камаза, который нас везли. Там мы границу пересекли. Видно было. Да. Нас сначала привезли в Донецкий, это где-то было в час или в три дня. Вот так примерно. Потом нас покормили там и все, в какой-то дом поселили, мы там сидели до восьми вечера. Восемь вечера за нами приехал Камаз, нас собрали и мы поехали уже непосредственно в шлем. Что такое шлем? Ну, как нам объяснили, это лесной массив. Деревня, ближайшая деревня это Сулиговка. Сулиговка. Да. Там лесной массив, нас непосредственно везли. Что он имеет в виду под словом шлем, ты так и не понял? Это у них звучит фраза такая, шлем это типа на позицию. На позицию, да? А позицию у них называли семь, восемь, девять, десять. Сулиговка или Сулиговка? Мы зашли туда, нас просто сказали, вот тут на полянке ложитесь, под деревьями и спите. Все, с утра разберемся. Что значит ложитесь и спите? Это как? Ну так сказали, просто вот мы пришли на какую-то полянку, нам сказали, вот под деревьями ложитесь, сумки бросайте на них и ложитесь спите. Подождите, палатки, лагеря, окопы? Нет, вот куда нас привели, там не было ничего. А с утра нас развели, получается уже по позициям непосредственно и там уже были блиндажи, ну блиндажи были уже кто там был, да, кто был там. были уже другие? Да. Так. И вот меня, чего я никак понять не могу, вот вы уже когда уже приехали в Украину, вы уже поняли, что вы в Украине все, да? Вы между собой как-то обсудили этот вопрос? Ну конечно, вот когда в доме сидели, мы обсуждали. Так. Типа большинство сразу сказали, ну типа пойдем на отказ и ну зачем нам это? Ну вы поняли, что вас жестко именно обманули? Да, очень жестко, очень жестко. Мы подошли сначала к начальству, ну, которое сидело в Донецком, они сказали, вот вы приедете в шлем, там уже будете разбираться со своими проблемами. Ну то есть на отказ там, кто хочет, кто еще там. Ну типа потому что достучаться больше не было никак. Но мы доехали, ну, с утра вот в шлеме, когда мы уже были в непосредственно, нас развели по постам. Первый день мы узнавали, кто, ну, кто старший, там, кто что, ну, кто следит вообще за лагерем и там все. Узнали то, что это непосредственно какой-то офицер, комиссар, у него, вот, как-то, позывной, комиссар. Мы вот непосредственно на следующий день, то есть уже первого числа, первого числа мы, ну, как бы узнавали то, что, второго числа мы подошли уже и говорим то, что мы отказываемся уже, мы не хотим воевать. То есть это сразу же было по сути? Ну, можно сказать, на день мы присматривались то, что, а на следующий день мы сразу пришли. Это было в бензажах, когда вы находились? Да. А вы говорили как-то о чем-то с теми, кто там давно уже находился? Мы разговаривали. И что они рассказывали? Они много чего рассказывали. Они рассказывали то, что там мы морили голодом, то, что, ну, не всегда поставки еды были, то, что, ну, полный капец происходил. А что, они воюют, вы их не спрашивали? Зачем воюют? Они воевали, как они объясняли, мы воюем за, ну, мы призвались из-за того, чтобы наши дети не пошли воевать. Это у них у большинства позиция болотка. Это там были россияне? Да. Россияне. Да. У большинства позиция, мы пошли воевать, потому что наших детей бы забрали. Да. То есть, отец идет за сына, чтобы сына не призвали. Это реальные вещи. Да, это у них новая фишка. Это есть такая. Она уже, она уже не новая. Нет, по автоматам сейчас у них, когда дергают. Самый первый был с позывным батя, по-моему. у нас такой, который четко рассказал эту всю историю. А сейчас, я так понимаю, реально по военкоматам дергают детей. Да. Расскажите, если вы знаете, что я за вас не скажу. Я не могу точно рассказать, потому что я был в армии в это время. Но из того, что вы слышали, вы с ними оказались? Слышал, ну, типа слышал, то, что приходила повестка, вот людям, которые, учатся еще, ну, у кого отсрочка, приходила повестка, то, что надо, и ехать уже. Туда. И вот родители приходили, вот, отцы, кто, ну, способности своего возраста, приходили и говорили, ну, то, что мы не, мы идем за место сыновей. Даже были те, вон, я разговаривал с людьми, даже были те люди, которые уже, ну, сын отслужил срочку, чтобы его опять не призвали, и они шли. Я понимаю, что если нам сорокалетние офицеры, подполковники на этот вопрос не отвечают, то вы вряд ли ответите, но все-таки попробуйте ответить на этот вопрос. А зачем вообще все они, сыновья, дети, папы, мангмин, кто угодно, зачем вообще сюда идти? Вообще сюда идти, у нас политическая информация такая, то, что говорит, то, что, ну, выставляют украинцев всех, то, что они нациалисты, фашисты, такие же, ну, типа, как в 41-м году, в год Великой Отечественной войны, типа, вот такое, высказывают, там, по новостям показывают, и все вот это, то, что... Напомните мне, пожалуйста, в годы Великой Отечественной войны, таких вот фашистов, нацистов, которые сидели у себя дома, не было такого, и к которым пришли их убивать вот в 41-м году. Напомните мне, ну, есть в качестве такого сравнения, то я хотел бы, может быть, вы не задумываетесь там над такими вопросами? Да уж задумываемся. Да, а что уж? А почему не тогда еще? Ну, смотрите, простая штука, да? Простая штука. Мы дома у себя находимся, да? Вы пересекли границу, правильно? Да. Вы же сами об этом рассказали. И приехали к нам, потому что мы здесь фашисты, нацисты и так далее, да? Выставляют так, Так, а чего вам сюда ехать? Ну, допустим, даже у вас все говорят, вот мы здесь у себя дома такие, фашисты, нацисты, вы чего сюда приперлись? Чего вам дома у себя не сидится? Как нам говорят, то что это, ну, освободить территорию и, степенно, это защитить свои границы. Так, свои границы защищаются вдоль своих границ? Ну, чтобы, там, то, что начались поставки дальнобойного оружия, надо отодвигать вот это все. Так, поставки дальнобойного оружия начались после того, как вы опять-таки пришли к нам? Ну, говорю, то, что информация сначала поступила, то, что, ну, как нам объясняли, вот эти замполиты в армии, так же вам и говорю. Не, а я, вот, даже столько не про замполитов, сколько, сколько, как вы это понимали? Вы это реально так верили, вот в это и так это понимали? Ну, в армии так всучивали, а на самом деле это уже давно понятно было, то, что на самом деле это не так. А с чего вам было понятно, что это на самом деле не так? Ну, потому что много чего не договаривают. Так же, в том же самом телеграме, вот иногда показывают видеоролики, ну, там, бывали возможности, то, как на самом деле все происходило. И как на самом деле все происходило? Ну, то, что россияне обстреливали города, Да, это было понятно в первых две недели. Такие обстрелы и все такое. Так какая цель российской армии? Честно, есть объективных данных, полученных вами на своем опыте. Просто отмывка денег и... Мыли б деньги у себя, у вас там достаточно есть на чем мыть деньги. Нефть, газ, там всякие ресурсы другие. Какой-то территорию кусочка они, наверное, еще и хотят оттяпать от Украины. Ну это уже ближе к истине. Просто хотят они оттяпать, не какой-то кусочек, а хотели они оттяпать всю Украину. Если вы телеграммы тот же самый смотрели, хоть какие-то каналы, хоть приближенные к... Там, в принципе, даже и пропагандистские ваши каналы 24 февраля, 25, 26, 27... Все писали, что российская армия под Киевом. Вы не знали, что российская армия под Киевом? Вы не знали? Нет, не знал. Даже в Киев несколько танчиков заехало по разным направлениям. Нет, я вот насчет этого не знал. Говорили то, что быстро все проходит, но как именно никто ничего не говорил. Да, быстро все проходит. Цель была захватить Украину. Дальше цели непонятны. Да. Ну дальше цель, как вы правильно, захватить уже хоть что-то. Как бы с каждым днем вот это вот что-то, оно уменьшается и уменьшается. Оно уже фактически сжалось до тех пределов, которые были до 24 февраля. Ну потому что все же мы прекрасно знаем, что Россия фактически находилась 8 лет и в Крыму, и в Донецкой, и Луганской областях. Да. По крайней мере частично. Ну, что вы нам хотите сказать, что мы 8 лет воевали с несчастной армией, народной милиции, ЛДНР и ничего не могли сделать? Типа, домбили несчастный бомбас и вот это вот 8 лет, беспощадно стирали с лица земли и не смогли продвинуться ни на метр? Ну типа того, как им объясняли. А знаете, как это на самом деле было? Ну, я бы хотел услышать, типа... Ну, как я уже сказал, зашла армия российская в Крым, зашла на Луганскую, Донецкую область. Находились там, ну как армия, под видом добровольцев, естественно, что никто там в штатной форме не маршировал и знамена не носил. Ну, предостаточно видео, если бы вы интересовались, вы бы их увидели, там, где именно россияне. Ну и всякие там чеченцы, я не так себя называю чеченцами и так далее, и так далее. Были вот все это время там находились. И вот стоит город, вот этот Донбасс, который вот бомбили 8 лет, да? И вот здесь стоит РСЗО российское. Знаете, что такое РСЗО? Да, да, да. И стреляет в неоккупированную часть Украины. А из неоккупированной части Украины что будут делать, как вы думаете? В ответ стрелять. Правильно. А что будет с остальной территорией, которая находится здесь, между вот этими обстрелами? Ну, будет подтверждено обстрелу. Сверху. Вот вам вся история про Донбили, Бомбас 8 лет. Все. Не было бы там Россию, никто бы вот не донбил бы. То есть не зашли бы 8 лет назад, вообще бы ничего не было бы. Просто ничего бы не было. А дальше все это обрастает легендами о том, что Донбили, Бомбас. Там, конечно, и минометные взаимные обстрелы были, все что угодно. Штука, правда, в том, что 19-е, 20-е, 21-е годы все это почти начало замерзать. По сути, никаких обстрелов не было. Украина даже двигаться не пыталась туда. Ну, то есть ничего. Все вот так вот стояли себе по своим рубежам. И иногда там пиф-паф. То ничего. Даже запрет на обстрелы был. Даже с обеих сторон. Потому что я общаюсь с жителями тех регионов, некоторые, которые там в окопах сидели. И вот пришел 2022 год. И кому-то, видимо, что-то стало скучно. Уже, наверное, надоело и начали. Не, не надоело. Поступил приказ. Поступил приказ, потому что думали, что захватят, реально возьмут и захватят Украину нахрапом. Не за три дня, так за неделю. А вы сейчас сидите передо мной? Вы заехали 10 дней назад приблизительно сюда? Ну, не 10 дней назад, а 15 дней назад. Три лета. Не, не, не. Не сюда, а вообще. 15 дней назад. Ну, две недели назад он заехал в Украину. За Дольфи. И пригнали вас на те территории, которые мы только что сейчас освободили. Получается так. То есть вся территорика российских пропагандистов, которая шла к тому, что мы там Украину захватим, что там ее захватывать, ее нечего захватывать. Сейчас риторика сместилась на то, что мы успешно защищаемся. Опять-таки у нас на территории. Ну, это вам краткий экскурс. Может быть, другой срочник какой-то посмотрит или из вашей части посмотрит. Вы мне напишите, что же я не так говорю. Да все так, наверное. Ну, давайте теперь еще вы мне поведаете что-нибудь из ваших историй. Из ваших разговоров. Что значит морили голодом, во-первых? Вы говорите, там находились люди, которых морили голодом. Ну, то есть вот не пускали на ужин и завтрак. Нет, это когда в части с вами там беседы политические проводили, а в окопах... А здесь в окопах, ну, то, что не было провизии, сухпайки не завозили. Давали один сухпайок на два человека на день. Иногда на два дня его давали, сухпайок. Также в воду. Там уже люди выживали, как могли. А сигареты были? Сигаретами, то, ну, было один раз в неделю завозили. И то давали, по-моему, по пять сигарет в день. Знаете, я в плену лучше условия, чем там у вас в окопах. Хорошо, а что вы скажете насчет мотивации? Сильно хотели все там воевать? Половина да, половина нет. Те, которые половина да, они о чем говорили? Ну, как они, наступаем, надо мочить укропов или что? Что они говорили? Ну, они в основном говорили, ну, и шутили там, и так говорили то, что, ну, надо как-то наступать. Когда приказы есть, надо выполнять, там, вот это все такое. Когда наступление, когда нет. А зачем? У меня было разговоров зачем? Вот смысл. Вот, значит, зачем мне было разговоров? Вот, смотрите, простой пример. При вас кто-нибудь погиб или не успели? При нас только ранили. Только ранили? Только ранили. Припустим, погиб кто-нибудь. Вот надо же, простой вопрос. За что погиб человек? Получается, ни за что. Сильно просто. Может быть, как-то подумайте. Ни за что не бывает. Ни за что не бывает. Все равно есть какая-то причина. Даже если лично для него причины не было, или для его семьи причины не было, то все равно за его пребыванием здесь, за вот тем, что он делал, все равно есть какие-то причины. Ну, возможно. Возможно, также за политическую идею умер. Может, это допустим. Ну да, за политическую идею. Попытка захватить. Украину. А зачем? Вот как вы думаете? Вот вы малой человек, вам 21 год. Зачем России нужна территория Украины? Честно, я сам не понимаю, зачем эта территория нужна. Может так, чтобы либо просто было, чтобы расширить свои границы, либо какие-то полезные ископаемые. Так у вас самая большая страна в мире и полезных ископаемых у нас тоже много. Сколько угодно. Зачем еще? Что нужно? Если вы, то что у вас есть, не можете использовать. Мало, наверное. Все мало. Может быть, мало. Потому что, ну, понимаете, в чем дело? Если бы вы использовали рационально свои ресурсы, у вас бы все бы хорошо было, все строилось. В семьях по пять детей было бы, страна росла бы, как на дрожжах, знаете? Да, я знаю. А у вас наоборот демографический кризис. В том, что все в основном идет на экспорт. Люди, кстати, тоже. Да. Вот с местными успели вы поговорить? С местными? Да. Ну, с местными мы сильно не общались. Мы только, вот когда отступали, когда нас бросили, мы только это, спрашивали направление, там, правильно идем или куда-то. Да. И вас, я так понял, направили правильно? Ну, до Изюма правильно направили. Так. А зачем вы шли в Изюм? Потому что, ну, как последняя информация была, то, что все войска отступили в Изюм. Вот кто был на Харьковском направлении или как там правильно. А информацию вы каким образом получали? Также от местных жителей. Ну, они могут, иногда могут сказать, могут не сказать. Мы сильно так и не спрашивали, что. А рации? Рации не было. Какая-либо связь? Мобильные телефоны? Не было. Нам сказали, вообще запретили ими пользоваться. Сколько у вас было вот в этом подразделении, которое шло? Которое, ну, отступали или как? Да. У нас было 9 человек. всего 9 человек. Давайте так, давайте вернемся в ваши блиндажи. Вот там сколько у вас было? В общем, ну, где-то около сотни может набраться. Около сотни? Около сотни. Да. И что происходит? По символе. Ну, в основном мы просто сидели в окопах. Нам сказали, вы просто сидите и, ну, обороняйтесь, готовитесь к обороне и все. Так. Ну, это как нам сказали. Вот так. И дальше сидите, сидите, и дальше. Сидим. Получается, мы написали на отказ, ну, не написали, но просто сказали офицерам. Вот эти девять человек? Да. Что вы сказали офицерам? Ну, то, что мы отказываемся воевать, ну, заберите нас, типа, обратно, на территорию, вывезьте на территорию России, мы дальше-то мы уж сами разберемся. Так. Они нам сказали, хорошо, мы подумаем. Два-три дня... Все-таки в письменном виде было или в устном? В устном. В устном все-таки. В устном. Подождите. Ну, так же, вот, получается, три-четыре дня так же было. А потом, вот, десятого числа, ой, девятого, девятого вечера нас отправили за сухпайками забирать. Ну, партия приехала. Мы забрали сухпайки и пришли в лагерь. Там, ну, какой-то кипиш начался. Мы подошли к офицерам и спрашиваем, ну, что такое происходит? Он говорит то, что там нужно 90 человек на отступление в Изюм, там, все такое. Он говорит, а вот нам что делать? Ну, типа, мы отказники, нам что делать? А вы сказали, вы просто остаетесь здесь. И так же подходили два-три раза. Ахрандиозно. А зачем остаетесь? Просто он сказал, вы просто здесь остаетесь. Просто здесь остаетесь? Да. Без зачем? Без зачем. Просто остаемся. А вы не спросили, зачем мы здесь остаемся? Спрашивали. Он просто сказал, просто остаетесь. чтобы мозги не компенсировали больше а то есть он вам наверно объяснил что там безопасно где вы остаетесь да вы можете здесь безопасности никуда нет не просто безопасности он просто сказал вы будете нам надоедать там как-то вот то чтобы отказывать и все такое мы сказали то что будем дождь ну надо идти если мы начали надо идти до конца и в итоге он сказал ну тогда вы просто не стоит они куда поехали а вот мы с утра поднялись никого вообще не было в лагере мы ни с кем не могли пообщаться куда они отъехали по последнюю вот как он сказал то что они отступают на изюм и вот мы решили выдвинуться в сторону изюма потому что думали там еще войска есть дима ты не успел выяснить как вот это передвижение происходило может быть просто говорили их бросили не то что их бросили это уже я понимаю да мне просто интересно их когда бросали они понимали что все сюда уже идет войсу те по ходу понимали потому что подсветила разведка но этих специально оставили чтобы их убили 7 отказников специально оставили чтобы у комбата который 9 9 9 отказников для комбата это была бы смерть поэтому долго никуда не ничего с ними не делали а просто морозили тут появилась возможность их убить и тогда бы их списали просто как 200 в бою типа в бою как вы думаете много такая армия может навоевать вообще нет своих быстро бросает ну понял вы нет конечно понял смотрите я выдали номер по которому нету ни одного мессенджера я там связался ваша мама дала другой номер сестры ему потом запишите да и вы идете идете спрашиваете что-то у местных но у нас мы шли вообще даже как вот как вы вообще решили собраться и пойти вот вы сидите где-то вы копе да мы с утра проснулись 6 часов утра думали ну что-то в лагере тихо ладно думали то что все спят там то что ночной кипиш какой-то был думаю просто поспят ну ладно мы просидели так два часа потом ну чё-то какое-то сомнение начало появляться они бросили нас и не оставили просто так так уж знали уже у вас оставили вам просто сообщили нам проскали то что мы остаемся потому что еще и люди должны были остаться я забежал не только проснулись а когда он сказали вам вам вечером вот перед этим утром когда вы проснулись это говорили да ведь вы остаетесь здесь вечером вам сказали ну и но не конкретно как бы что все мы уезжаем ночью да не конкретно вообще было им два офицера разных майор и капитан они начали майор сказал оставайтесь все нормально завтра будет движение они пошли еще к капитану капитаном стал точно так заставайтесь все нормально и утром они проснулись и он не оболонуть он правильно говорит да как майор сказал еще раз я хочу понять ну ходил не я лично вот друг мы товарищ с которым вообще товарищ на он это раз все уверенно рассказывал он тоже пришел сказал то что мы остаемся но вам до вас не было доведено что ваша сетен там такая деталь там антон пошел к старшему майору по моему говорит что нам делать то говорит все нормально оставайтесь они пошли тусовали себе дальше где-то по блин даже блин даже но что-то было им стрёмно как-то и пошел еще он тонн раз к капитану спрашивает что нам делать капитан спрашивает вы записались в списке которые убывают он говорит нет ну хорошо оставайтесь тогда все нормально завтра все решится то есть вы вообще не предполагали что вас просто возьмут и оставят но там деталь то что их было ну давайте вы наставите да ну ну там где-то не собирали 90 человек со слов офицеров уезжать да ну типа корядное число типа ступ все равно люди должны были остаться в любом случае кроме вас девятерых еще должны были остаться а вы 9 вообще срочники нет не все а кто мы только вдвое а вы двое срочно вот вы и антон а остальные семеро они добровольцы добровольцы а из них тут сюда попал они все там суть какая они проснулись маленькой группы вы же проснулись все четыре четыре человека и стали бродить по пустому давай давай то есть я просто уточню для зрителей как я уже понял вот эта вся группа которая попала на видео вот это вот они все так сюда и приехали да все понятно теперь я понял да а там ну на видео я не помню сколько там конкретно человек ну примерно вот человек 9 неделю всем два человека где-то потерялись они походу отстали когда мы шли вперед и когда увидели то что нас начали уложить они бежали так они наверное это до сих пор там по полям возможно даже не отрицать на 1 1 здесь через попадки вам через два месяца после того как российские войска вышли он два месяца здесь в посадках вы родил прятал сюда нашли добыли такие вот теперь ситуация точно ясно вышли вы из блиндажей в девятером двое нет нет в четвером давайте вот у нас в четыре часа ну четыре человека мы проснулись начало там делаете все у вас запросто малили управляю мнение все давайте порядки да потому что сейчас да скажу что он там ночь четыре человека проснулись мы начали по лагеря ну кушать приготовили там ночью было приготовили покушать думали научиться офицера проснуться там даже скажут что делать потом приходит три человека еще они сидели на дальней посадке они говорят учет делаете по лагерь весь заброшен вот сейчас к офицерам сходим спросим еще такое вообще происходит они сходили спустились к офицерам ну где они жили блин дарах потом они приходят учету это не уходите тут все блин даже пусты вас просто бросили тупо но мы на просто спешки собрались и все вместе пошли я двоих опять где-то потерял двое вас было четверо нас четверо смотрите четверо был потом трое пришли нас было семером семером мы дошли до донецкого и донецк ну потом какой-то вот мост мост прошли и шли по полю там мы нашли какой-то дом в нем остановились и потом вечером еще вы примерно в 9 10 часов вечера вот двое еще по подошли скале то что они но они еще раньше с утра ушли но суть какая-то я уже теперь понял но я сразу не понимая этого вот понять кто из них откуда вышел зашел как кто кому прибил собрали вас всем это отказники и те которые пришли с позиции но но трое двое-двое-двое они тоже отказники и всех отказников тупо забыли оставили не бросить это же двое сказали что они отказывались ранее то есть всех тех которые отказывались я так понимаю по всех бросили для чего у вас бросили как вы это новая стратегия российской армии 2 армии мира новая стратегия ранее мы с таким не сталкивались прямо и это для меня история ну все я ауди вы меня удивили побросать умышленно побросать ну то есть если бы бросили бы где-то в одном месте там четверых человек это было понятно а так бросают четверых бросают троих и бросают еще двоих и вот эти двое так понимаешь другого какого-то подразделения они также с шлема но они где-то в другом месте вообще жили ну как вы думаете для чего вас бросили ну такой вопрос сформулирован ну давайте чего он по сути чтобы либо нас убили либо взяли в плен больше можно сказать ну тут за хвост тут за хвост будем будем справедливы и объективны рашисты очень боятся когда их людей будут брать в плен а эти ж у них на лбу написано возьмите нас в плен возможно был расчет на то что когда их возьмут в плен их убьют то есть возможно изначально там чего возможно был расчет не возьмут в плен а просто по дороге убьют я рассуждаю выдвигаю свою гипотезу на основе проведенных ранее интервью что все командиры от старшего лейтенанта на своих подчиненных смотрят как на мясо да вот и все и поэтому тот кто принял решение давай от казняков забудем он однозначно для себя посчитал что им хана они не выживут за них спроса не будет запишут без вести пропавших либо еще лучше покинувших позиции сбежавших чтобы всегда можно было сказать да мы не пошли на пост и сбежали вот это наверное правильно все закончим с этими гипотезами просто просто было интересно так и вы говорите в дом зашли в какой-то это что брошенный пустой дом был там после дом был а вокруг были люди гражданские какие-то вокруг ну мы с утра уже встали с утра еще пройдя там километр где-то там уже встречами мирных жителей тоже то мы там спрашивали дорогу правильно идем на изюм или нет а в доме в этом вы что-то ели там пили ну у нас еще остатки сухпайков были ну вот мы вскрыли поели это такие в картонных коробках да 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 я дурнева обзор смотрел на эти сухпайки ты видел когда-нибудь их нет обзоры все смотрю понял в чем смысл понял в чем смысл наши сухпайки они каждый снеданок убит в очередно это в разных запакованных отдельных пакет но я уже для зрителей все почему я это сказал они запакованы в разных пакетиках и не сложены в один пакетик то есть боец он когда распечатал основной пакет он достал себе с завтраком отдельный пакетик да покушал потом все свернул оно мягенькое компактное и положил ваш паек получается картонная коробка да такая в которой все тарахтит скорее всего открываешь достаешь там еще одна картона ну как шухлядка да 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 и там вот так вот все насыпом лежит то есть когда ты там четверть чего-то съел ты должен это все запихнуть обратно да положить себе да и ты а как в рюкзаке вот ты бежишь как оно ну уж это все шелестит шиборстит блин 2 мать ее армия мира я нет просто элементарные вещи которые должны быть продуманы и они вообще но я уже не говорю про содержание этих пайпок как вырос пусно некоторые вкусные некоторые нет я видел просто для надо сравнение понимаешь чем-то и меньше сказать оно вкусно или потому что опять таки раскрывали ваше мясо и то что является мясом и это как бы совсем разные вещи потому что определить мясо то или или просто я не знаю что вам перемололи какие кости невозможно что-то зимас хотел сказать вы рассказывали как вы в брод реки там форсировали брод реки нет но это вот как раз перед тем как мы зашли в дом ну да хочу уже не рассказать самое интересно мы вот зашли в деревню донецкий спрашивали у мирных жителей ну вообще там же у нас базировался этот типов временного штаба или как там спрашивали ну где все войска они скале они все отступили на изюм и все мосты за собой подорвали вот которые были переправа мы нам объяснили как отойти до изюма короткой дорогой и вот мы пошли по дороге там следы техники были тоже и вот идем и сначала подогу попали под обстрел кассетный только не ну неизвестно с какой стороны это было когда все закончилось мы пошли дальше там увидели переправу первым что значит кассетный кассеты но как запрещенное какое-то оружие или что это как говорят то что это запрещенное оружие но не все страны согласились его уничтожать а почему вы решили что кассеты потому что один выход и приход там много 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 никакого другого оружия нет с такими же выход приход вот можно сказать как снарядом только снаряд в воздухе разбивается и у получается намного зона поражения большая ну ладно я в этом плохо ориентирует так и пошли вот эти вот обстрелы дальше после обстрелов мы встали и ускоренным шагом чтобы еще раз не попасть под обстрел потому что он какие-то бои шли в донецком по прошли вот вдоль или ну то ли речки увидели первую переправу вот там тоже были обстрелы слышны вроде бы ракета еще летела но это точно не точно ракета летела или так просто что-то в воздухе шуршал мы решили по первой приправе не переходить на она тоже была взорвана утоплена мы решили там слева дорога дальше было дальше пошли по дороге и наткнулись на вторую переправу ну и бы приняли решение уже по 2 приправе переходить ну более безопасно а также взорванные воде не пришлось по колено переходить по этой переправе воду а дальше мы уже шли по дороге от обстрела чая на пытались найти своих но также шли по дороге вышли на первую переправу там дорога след техники пошли по ней уже была ночь все сырые думали где переночевать вы думали ну если дома сейчас ничего не найдем думали уже дойти до самого изюма там может как-то на своих как нём все лечет но тут перепало то что мы нашли дом он был открытый мы зашли в него и там подсушились там печка была мы затопили ее и ну подсушились потом вот пришли еще двое говорят уж надо уходить но мы говорим то что мы не можем уйти из того что мы все смогли промокли надо это усушиться хотя бы ну приняли решение то что в четыре часа утра встать и пойти уже дальше до изюма найти свои войска своих хотя бы от кого-то мы в четыре утра встали собрали вещи и пошли там уже увидели мирных жителей спросили направлением правильно идем или нет они сказали нам правильно и вроде бы как как не вроде еще один мирный житель сказал то что россии дали 72 часа чтобы уйти с территории украины вот не знаю это правдивая информация или нет нам просто вот сказали из официальных источников такой информации крайне случай не поступал но тоже же то что житель вам это сказал это молодец он на его месте сказал бы не 72 часа опять часов так быстрее бежали ну вот вот мы тогда поняли то что ну походу в зиме есть и войска но не большая то что вот армию от этого делал по дороге мы встречали всю заброшенную технику которые там возможно не соляра кончилась возможные проблемы какие-то с двигателем были не пробовали заводить ехать нет не пробовали мы думали то что наши заминировали просто ну чтобы понятно не просто сбросить но не успели да не успели вы просто шли и все время для них шло слишком быстро не не успевали ничего не видно но у вас сказали между прочим знаете официально вам уже доводили нет у вас официально сказали что это плановая перегруппировка у вас началась передислокация перегруппировка вот как-то ну шо мол это все вот задумано так мы просто понятие можем это вот если это плановая да то почему вот весь вот этот вот регион который откуда вы вам пришлось отступить просто заброшен вашими телами и вашей техникой если это плановая сами не знаю но они просто пешмая это знаю только коношенков шойгу и путин ну и мистерство обороны ну да кто-то там очень важный наверное но никому не расскажет возможно секрет информации знаете почему не расскажет даже не потому что секретная информация а потому что объяснить этот факт вообще никак здравым умом невозможно если у россиян было хоть капля мозгов и здравого смысла и логики они бы уже просто бы призадумали можно может быть вот на этих интервью у золкина вот этих вот полгода вот эти вот пленные реально рассказывают правду и реально она все таки есть как они рассказывают если бы была хоть капля мозгов здравого смысла люди бы ваши вы посмотрели бы друг другу показали а может быть эти пленные вот эти полгода действительно рассказывают реальную ситуацию как они как она есть а не то что нам там толдыщат по телевизору, потому что вы реально рассказываете то, что есть. Я же с вас не тяну. Вас никто не принуждает к этому разговору. Вы можете говорить буквально все. И полгода мы с вами проводим. Каждый день у меня на канале выходит видео. Раньше вообще по два, по три выходило в день. Россияне пишут, что это фейк, вы их заставляете. Так где же фейк, если все, что вы говорите, оно согласовывается с общими данными, а все, что говорят у вас по телевизору, оно противоречит этим данным. Как же фейк? Что ж тогда фейк? У каждой страны свое мнение. Мнение может быть вообще у кого какое хочешь. Есть, знаете, объективные вещи. Ну, простой. Вот у вас мнение. Хорошо, вы россияне. У вас мнение, да? У вас мнение. Есть это плановое у вас отступление, если так задумано. Почему все, вся территория, откуда вы отступили, усеяна вашими телами? Либо оттуда берутся ваши пленные, либо она усеяна вашей техникой. Почему? Что это за плановое отступление? Как такое может быть? Плановое отступление под видом бегства. Ой, ну наоборот. Плановое отступление под видом бегства. Ну, наоборот. Все хорошо. Подписывайтесь на канал, делитесь видео. Ну, ну. Или бегство под видом планового отступления. бегство под видом плановой перегруппировки или отрицательное наступление возможно тоже есть такой вариант или как на змеи нам было же с доброй воли ну естественно как говорил ваш говнокомандующий всерьез мы еще ничего не начинаем а вы уже начинали нет а те которые в земле там укатанными лежат они начинали уже всерьез или или они просто не поняли как это началось наверное не поняли и все что вы за люди я не понимаю просто зачем оно вам надо что вы делаете уж вы не понимаете вас уже реально даже понимаю если в начале если в начале я с вами вот беседовал да опять-таки зрители может быть интересно на тот момент и я понимал что передо мной сидит член армии которая действительно наступает жмет и вот она вот находится за пятна вот я разговариваю с пленным а российская армия от нас за 15 километров находится вот так вот проходили первые и если мне тогда хотелось действительно правда от души что-то донести да в надежде на какую-то человечность какую-то мораль да еще что-нибудь да да россиян что вы делаете зачем здесь же мирные люди чем уйдете наступать то сейчас ну уже вообще по барабану донести что-то до них не донести потому что ну вы все равно бежите вас все равно бьют вы все равно бежите сюда гонят каких-то бомжей каких-то срочников непонятно кого как вы думаете если бы у вас все хорошо было с мобилизацией таких как вас бы сюда быть тащили бы нет вот видите опять-таки я не придумал опять-таки это ваша ну же людей собирают в актовом зале или где там в актовом зале это же важные замполиты там сидят там же шпагоны какие-то люди по 250 лет выслуги имеют все такое прочее вот это вот все вот это вот организовывается для того чтобы 20 срочников кинуть в Украину ну там 15 сколько из них сколько приведет им приказ и не столько и будут делать плохо у вас мозгами честно не у вас лично у вас в общем не даю никаких оценок там у жителей ваших серьезно беда серьезно ребят беда потому что ну ладно что-нибудь еще интересное из вашей истории скажите потому что я так понял антон там насыпал будь здоров из-за вас из-за себя ну да он более он звонил я сосался мама дала телефон дочке сестра у вас есть да да как вы в армии жили расскажите о семье вообще ну да общими словами да жили дожили не сильно это вы в селе жили или в городе в селе в селе мама у меня она устроилась горничной вот в детский лагерь сестра учится отец работает на сварщику нормально все нормальная семья дома все условия у вас да я душ туалет прям в квартире в доме у вас находится да на улице ну в доме душ туалет а на улице баня ну все нормальная цивилизованная же сошел не хватало чего пошли . в армию срочка обязательно учиться учиться в общем а мне уже дали отсрочку одну я получал образование электромеханика горного оборудования мне уже одну срочку дали а вторая срочка по закону не положено по отсрочку минуту так как бы даже сказать нечего ну ладно есть люди которые там из-за ипотеки за из-за каких-то там еще из-за чего-то да этому пришлось идти и пошел он потому что сказали но я не верю что вы не знали куда выявить вы бы поверили на моем месте да нет тоже бы не поверил ну просто это необъяснимая история все все знают все что наше происходит а вы не знаете куда вот добрый день я бы попросил вас остановиться чтобы связь не порвал и дни прервалась это дмитрий журналист из украины вы будете развалиться своим сыном разговор будет записан и опубликован привет привет сыночка чё как узел нормально нормально у тебя тоже нормально чё а ты чё такой грустный то у вас давно не видел ну да вот чё там аленку с этого забирали ватчинской или как ватчинск повезли сыночка учится ну привет привет то все в порядке да да тоже нормально пробьемся но пробьемся пробьемся можно выброс вашим родителям вы пока заходитесь а я пока вопрос один задам сейчас ваш сын успокоится я вам пока вопрос один задам меня зовут владимир а как вы думаете когда россияне поймут что не надо в украину сюда эти ну когда поймут россияне что в украину не надо эти не знаю не знает ну ваш сын пришел убивать наших людей я вам задаю вопрос думаю может вы знаете сумасшедшая извините не знаю вышел вам же написал дмитрий шон в плену находится дмитрий же сказал вам я журналист из украины выше вы думаете это шутки что ли я голосом говорил ваш сын в плену ну в общем ваш сын да в общем ваш сын в плену смысли бы он только сюда попал да ничего я вам задаю вопрос когда россияне поймут что не надо ходить в украину не так просто только что вы бодренько так разговаривали с сыном когда вы не понимали где он находится ну вы вы не знали что он в украине находится вы хотите сказать вы когда с родителями последний раз разговаривали но тут я то еще 29 и все них получается что они их армия даже связь не дает ладно поговорите теперь еще немного с новыми ощущениями я перезагружусь пока да 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 только вам это походу придется звонить еще в родительский комитет там или что такое к хоть как что-то делать потому что ну просто так говорят то что долго успокойтесь нам тоже говорили вам так объяснить что вас отправляют нас просто собрали мам и это в актовом зале мы просто сидели и нам все стирали втирали 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 говорят то что рвсн вообще типа трогать не будут а в итоге вот такая получилась фигня я же твою начальство я все раз раздолбаю ну лучше вам успокойтесь нормально успокойтесь нормально все нормально вам будет не обижать я живу здорово все расскажи что тебя вчера помыли сколько ты не мылся на войне до этого мы в общем месяц не мылись месяц не мылись не ели вчера тебе привезли помыли накормили сегодня накормили расскажи правду про плен мы позавчера попали в плен сразу накормили не бежали также были вот вопросы задавали и все покупали потом по когда мы сюда ну уже вчера приехали нас в душ отвели в туалет также покормили все нормально так что не переживайте все что плохое может быть это он наберет вес а наши как на это я сейчас будешь рассказал здесь вес знаете я еще вопрос задам может вы пока это самое соберетесь вы особо можете не волноваться и не переживать потому что он в плену у цивилизованных людей и все что вам там рассказывают по телевизору это полная ерунда то есть с ним все будет нормально он просто в качестве обменного фонда ждет чтобы его обменяли на кого-то из наших но я вам вернусь к тому же вопросу вот как вы думаете когда уже россияне перестанут ехать в украину поймут что им здесь нечего делать не ну вам там рассказывают что у нас тут издеваются там яйца отрезают все остальное а вон он сидит у вас живой здоровый что у нас тут какие-то нацист какие-то какие нацисты чтобы должны были с ним сделать если бы мы были нацисты вспомнили что еще родителям хотите сказать то все то что молчать не надо потому что у вас много и это самая она давайте мы все будет хорошо но выпускаете практически все подожди сейчас еще вы хотите помочь своему сыну вы можете это сделать это займет у вас 10 минут времени я думаю что вы найдете вы можете взять листик формата а3 лист написать как вас звать вот написать поменяйте моего влада из плена и выйти в людное место пара стоять там пять минут и сбросить это видео я вам тогда могу гарантировать что видео с ним интервью выйдет сегодня завтра послезавтра на канале владимир золкин и я буду просить чтобы он попал в списке на обмен на раньше мы хотим привлечь смотрите ваш сын нам не ваш сын нам не нужен мы хотим его поменять и от и забрать нашего солдата но ваша сторона категорически отказываются признавать смотрите нам не нам не нужно телевидение у вас есть нам не нужно телевидение нам нужно чтобы вы вышли с плакатом там где людное место магазин какой-нибудь и чтобы люди увидели что есть у вас такая проблема что ваш сын в плену и все нам не надо никакие телевидение мы хотим чтобы у вас там в россии осознали что есть ваши пленные понимаете потому что ваше министерство обороны отрицает их для этого мы берем эти интервью не потому что нам по приколу а потому что ваше министерство нападения отрицает военно пленных отрицает убитых 53 тысячи убитых вашему сыну повезло если вы хотите ему помочь действительно сделайте то что я прошу пусть ваша дочь сбросит видео вот мы сегодня к одному на нашем канале владимир золкин посмотрите видео там все поймете уже 400 пленных мы записали а ваших говорят что всего 3000 убитых если 400 пленных интервью часовых и это интервью вам нужно для того чтобы прийти в военкомат и сказать что он живой потому что у вас его записали как без вести пропавший или дезертир понимаете вы заинтересованы вы заинтересованы в том чтобы мы выложили видео с вашим сыном это доказательство того что он живой и он в плену у меня все думаете сказал больше не ческать не сказал все давай раз но все хорошо давайте отправь ссылку на канал отправь ссылку на канал пожалуйста и напиши еще словами они не поняли я смотрю там связь что-то прерывается у вас не очень хорошая связь видите а могли бы если в украину не ехали у себя связь сделать у вас есть проблемы в россии россия много проблем много помимо вот это все да предвинетесь вы как-то уехали вообще наверное уже в кадр в кадр не попадает там у вас это самое сейчас знаете что пишут многие люди из вот этих вот регионов освобожденных но освобождены большие города но там много населения было по я так понимаю по сто тысяч да там были города населения боюсь ошибиться но якобы колонны машин выстроились в россии вот этих людей как коллаборантов которые сотрудничали с администрациями всем этим людям угрожает срок уголовный по закону украины ну потому что нельзя сотрудничать с оккупационными администрациями есть закон коллаборационизм сепаратизм самое интересное что у вас в стране тоже есть такие законы у вас сейчас пишут что вот смотрите как от вас люди много бегут так вот мы так понимаем что это как раз те люди которых вы собирались защищать если взять на общий коэффициент населения то их процентов наверное ну никак не более пяти от общего а так то вообще наверное это один процент от общего населения так вот вы бы сразу бы просто бы нам бы написали или этим людям вы написали бы спокойно что ребят вы езжайте в россию и защищали бы их там сразу так они спокойно могли бы свои дома продать имущество свое по продавать и выехать в россию уже там с определенным капиталом а сейчас им пришлось все побросать и текать просто бежать не хорошо как-то получилось это нехорошо то есть для того чтобы защитить этот один процент населения вам не нужно было сюда заходить всей своей армии и гибнуть в количестве пятидесяти трех тысяч человек уже на данный момент здесь у вас здесь уже погибло больше чем тех которых защищать в этих городах все они могли спокойно выехать к вам да и все все защитили мишен комплит знаете а так что то у вас нелогично как-то все странно происходит мы не понимаем там все странно происходит что вы можете передать другим людям которые которых вот как вас то ли уговаривают сюда ехать то ли говорят вам что вы не в украину едете а куда-то там на границу что вы можете им передать могу только сказать то то что не верить чему начальство говорит и вся информация которая поступает с сми там вот это все она не всегда правда может не часть только маленькая часть правда но основе все это ложь и так чтобы привлечь больше внимания ну или раздуть какой-то скандалу либо что-то еще сделать на этом деньги и все а так сюда не имеет смысла вообще ехать но это как-то очень мягкого я бы на вашем месте сказал бы своим людям таким как вы по факту если вот вас вдруг собрались куда-то перевести по какой-то непонятной причине и счастье куда-то на границу или на какие-то учения лучше ему отказываться либо отказаться либо как-то заявлять так тот же солдат комитет солдатских матерей либо куда ну какие еще там вышестоящие органы которые могут помочь и которые работают с общественным мнением либо найти какой-то ближайший столб я не знаю там возле плаца или еще чуть привязать себя вот так вот и сказать нет можно даже сейчас здесь служу и не надо никуда я собирался воевать все у меня вопросу больше вроде нет слава украины герой и и и и и Продолжение следует...